Всем привет! История этого проекта началась с того, что в одном из видео я увидел очень интересный штатив для камеры, который крепится к столу с помощью струбцины и позволяет снимать настольные видео гораздо удобнее, чем использовать стандартный трипод, который постоянно мешается возле стола. Изначально для съемок на столе я использовал вот такой гибкий штатив. Он довольно удобный, но крепление для стола пришло в негодность и не может обеспечить надежной фиксацией. И тот штатив, который я увидел, мне чисто технически и визуально понравился больше. В итоге я не смог найти такой штатив ни на Алиэкспресс, ни в других магазинах, поэтому было решено делать его самостоятельно. Тем более при наличии 3D принтера задача становилась интереснее в разы. Нужно было разработать каждую деталь, да еще и соединить их вместе, чтобы все подошло и работало. В итоге появились все эти детали. И сейчас мы рассмотрим их поближе и приступим к сборке. А в процессе я расскажу за что отвечает каждая деталь. Первая деталь это площадка для крепления камеры. На самом деле это первая модификация и она очень простая. При желании можно сделать более продвинутую с быстросъемным креплением камеры. Следующие две детали представляют собой одну деталь. И это сама голова штатива. Детали две, потому что я не хотел печатать деталь с большим количеством поддержек. И решил разделить деталь на две части, получив плоские площадки, которые отлично прилегают к печатному столу. Следующая деталь это сама струбцина, с помощью которой штатив будет цепляться за стол или какую-то другую плоскую поверхность. Здесь есть отверстие под шток штатива и отверстие под саму струбцину. Внутри находятся пазы для крепежных гаек. Также были распечатаны вот такие прижимные вставки. Одна для крепления к столу, чтобы не повредить его, а вторая для фиксации штока. Далее было распечатано некоторое количество ручек-крутивок, с помощью которых происходит регулировка и крепление штатива. Одна длинная и пять коротких. Для сборки понадобятся болты и гайки М6. В данном случае я использую М6 на 90 мм и М6 на 50. Две штуки на 90 и пять штук на 50. Также потребуется 12 гаек. Еще необходима вот такая алюминиевая трубка диаметром 25 мм. Она продается в строительных магазинах по метру. Я же отрезал от нее необходимые мне 40 см. Теперь можно перейти к сборке самого штатива. И в процессе вы увидите, как крепятся те или иные детали. Сборку начинаем с изготовления регулировочных и крепежных ручек. Ручки представляют собой вот такую деталь с отверстием 6 мм и с шестигранником под гайку. В первую крутилку вставляем болт 90 мм и фиксируем его с обратной стороны гайкой. Для четырех более коротких крутилок используем болты на 50 мм. Все происходит аналогично. Вставляем болт и фиксируем гайкой. Следующим этапом совместим эти две детали в одну. Для этого будет использован болт М6 на 50 мм и гайка. А также все это придется проклеить суперклеем. В данной детали присутствует паз для головки болта, который его фиксирует. Наносим клей. Я использую стандартный суперклей, только в более большой таре. Теперь самое время соединить голову штатива со штоком. Шток вставляется довольно туго, но дополнительно будет использован суперклей. Как говорилось ранее, используется алюминиевая трубка диаметром 25 мм. Пока ждем окончательного высыхания клея, займемся струбциной. Деталь довольно интересная, но в то же время не сложная. Сейчас нужно установить внутрь этих пазов гайки. Внутри есть дополнительный пазов шестигранники для гаек. Устанавливаем гайки и закручиваем крепежные ручки. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь более внимательно рассмотрим ставыши. С одной стороны он имеет окружность для прижатия штока, а с другой два посадочных места для прижимных болтов. Субтитры сделал DimaTorzok Перейдем к финальному этапу и установим площадку для камеры. Площадка устанавливается на голову штатива с помощью болта М6 и может регулировать угол наклона камеры. Положение камеры фиксируется с помощью крутилки, которая прижимает площадку в необходимом положении. Субтитры сделал DimaTorzok Сборка завершена и давайте посмотрим что получилось в итоге. Субтитры сделал DimaTorzok Для фиксации фотоаппарата или камеры используется вот такой специальный болт со штативной резьбой. Он вставляется в отверстие и фиксирует фотоаппарат. Продается на Алиэкспресс и стоит недорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok